Музыка Приветствую всех гостей канала FIFACTS В сегодняшней теме будут огромнейшие цифры И цифры будут ценники, особенно бюджеты фильмов Да, я решил собрать некий топ 10, который является в то же время фактом самых дорогих кинематограф Устраивайтесь поудобнее, готовьте попкорн, мы отправляемся в кинематограф Десятое место у нас занимает научно-фантастический фильм Первая картина, чьи кассовые сборы превысили отметку в 2 миллиарда долларов И это, конечно же, Аватар Джеймса Кэмерона Фильм рассказывает нам о далеком будущем Человечество вовсю бороздит космические просторы и добывает ресурсы на планеты Далеких звездных систем И на одной из них они сталкиваются с разумными существами Нави, которые хотят уничтожить При бюджете в 261 миллион долларов Фильм, как я уже говорил, собрал почти 3 миллиарда долларов Собственно, 2 миллиарда 800 миллионов долларов Это позволило Аватару сместить с пьедестала также детище Кэмерона Великий Титаник, который удерживал лидерство аж 12 лет На девятом месте у нас Водный мир 1995 года выпуска Который стал культом среди любителей постапокалипсиса Придумать, как разрушить фильм, вполне многие на это способны Но вот придумать и описать, как все будет выглядеть после катастрофы Вот это уже сложно И Кевин Рейн, надо создать ему безупречно справился Картина поражает воображение Режиссер уделил очень большое внимание детализации мира Но, к сожалению, финансового успеха не преследовало И при бюджете в 271 миллион долларов Фильм, не купившись, собрал всего 265 миллионов На восьмом месте у нас фильм, рассказывающий историю человека Джона Картера Попавшего на Марс и вынужденного приспосабливаться не только к гравитации Но и к тотально отличающимся от земных прав, населяющей эту планету народу Строится везде более-менее по одному шаблону Оказывается, что какого бы цвета ни была кожа И какого бы роста ни были разумные существа Никому из них не чуждует дружба, любовь и самопожертвование И именно благодаря этой общности герою удается стать своим содержителем другого мира Огромного финансового успеха фильм не принес Без затраты в 264 миллиона долларов Принес немного больше 284 миллиона долларов Молодежь-де-фильм о юном волшебнике в очках Гарри Портер и Принц Полукровка занимает у нас седьмое место Сила того, кого нельзя назвать, продолжает расти И скоро будут новые грандиозные столкновения Весь волшебный мир ощущает назревающую беду Гарри учится зелье варенью И в этом ему помогает учебник некого ученика, который назвал себя Принц Полукровка И Гарри хочет выяснить, кто ли это на самом деле Затраты фильма составили 276 миллионов долларов А сборы почти 1 миллиард 935 миллионов долларов И на шестом месте у нас очень популярный фильм по вселенной Марвел Мстители Эра Альтрона По-марвелски эталонной шикарное зрелище Безумные спецэффекты, насыщенный экшен Фильм изменился по сравнению с предыдущими сериями Режиссер решил попробовать подать больше личных эмоций Хоть при таком количестве героев, которым к тому же и почти все главные, очень сложны Поэтому фильм также воспринимается как качественный боевик, красочный и зрелищный Бюджет фильма составил 280 миллионов долларов А экранизация вселенной комикса собрала в прокате без малого полтора миллиарда долларов На пятом месте у нас первый единственный фильм Рапунцель в запутанной истории Старый добрый Дисней и снова все на высоте Режиссеры Натан Грена и Байрон Ховард создали красивую и волшебную сказку по мотивам братьев Грин Но со своими заметками В мультфильме хороший юмор, приятный для любой аудитории Безумно красивая картинка, безусловно прекрасная музыка Данный мультфильм собрал 591 миллион долларов, при затратах 250 миллионов Четвертое место Чуть-чуть не хватило до пятистала занимает третья часть Человека-паука Питер Паркер уже на протяжении двух лет охраняет Нью-Йорк и вполне хорошо справляется со своими двумя амкуа Но все бы было хорошо, если бы не находка таинственного темного костюма Главным врагом становится некий чекресочный человек, который когда-то убил дядюшку самого Питера Паркера Затраты фильма составили 294 миллиона долларов Что чуть-чуть не хватило до тройки лидеров, но спор окупили данные большие затраты с лихвой и составили аж 891 миллион долларов И вот, господа и дамы, мы добрались к лидерам нашего топа И на третьем месте расположился фильм, уже присутствующий в нашем рейтинге Джеймса Кэмерона Всеми любимый фильм Титаник В 1997-1998 годах, после выхода его на экраны, все переживали за Джека и напевали великую песню «Celine Dion, My Heart Will Go On» Данный фильм, при затратах, благодаря которым он и занимает третье место, 294,3 миллиона долларов Смог собрать рекордные до появления фильма, занимав в нашем рейтинге 10-го места «Аватар» сборы в размерах 2,2 миллиарда долларов Серебро в нашем рейтинге получает, видимо, с помощью абордажа третья часть «Пиратов Карибского моря» на краю света Фильм является завершающей частью приключений Джека Воробья и расплаты своего долга перед Дэвид Джонсом Постиндийская кампания в союзе с морским владетелем объявляет охоту на все пиратство Так как сердце Джонса находится у адмирала-союзника Чтобы воевать Тернеру, Гектор и Барбосу, Элизабет Солом победить всех своих противников, им необходимо собрать пиратское братство Новоробей является одним из баронных пиратов, и им нужно вызволить его из иллюзованного тайника Дэвид Джонса Сборы фильма составили 963 миллиона долларов, а бюджет, благодаря которому фильм и занял второе место, 300 миллионов долларов И вот оно, золото нашего рейтинга Теперь точно понятно, что привлекает некого героя нашего рейтинга сюда Собственно, это драгоценные металлы Получает не есть кто, а сам Джек Воробей Простите, капитан Джек Воробей в «Пираты Карибского моря» на Странный перегар На этот раз уже без Тернера и Элизабет, но все так же на пару с Гектором Барбосой, которая к тому же теперь является одноногим капером Джек очень хочет вернуть себе свою же черную жемчужину, но ввязывается в новые приключения Фильм оказался очень неоднозначным, и это при том, что он является и самым дорогим фильмом Бюджет данного фильма составил аж 398 миллионов долларов Но капитан Джек Воробей всегда выберется из таких передряг И фильм собрал 1 миллиард долларов, что с лихвой окупило затраты На этом все, всем спасибо, смотрите хорошие фильмы И большой бюджет никогда не значит очень хороший фильм Но это не про фильмы нашего рейтинга Почти все фильмы очень хороши и красочные, и можно пересматривать множество раз Подписывайся на наш канал, здесь как всегда будет множество интересных Всем удачи и 7 футов подкидывай Йо-хо-хо и беду в коробах